Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить про дома и планировки. Вот перед тем, как мы начнем разобирать некоторые планировки, которые я вам подготовил, насколько все-таки сейчас тренд уходит в одноэтажные дома? Потому что первый дом мы будем разбирать одноэтажный. То есть и насколько все-таки правильно, на ваш взгляд, как архитектора, что мы уходим в одноэтажные, а не вот раньше было классическое, вот этот, не знаю, дом, там 180-250 метров, двухэтажная такая коробочка? Ну, во-первых, это зависит от площади участка. Если шесть соток, и у тебя трое-четверо детей, вот одноэтажный дом у тебя займет все эти шесть соток. Поэтому с легкостью мы делаем одноэтажный с мансардой или двухэтажный дом. Это тонкий, изящный дом, все это можно сделать. Есть и грамотная планировка, спокойно можно сделать этот самый... Ну, вот 10 на 12, да? И вот у нас второй этаж вот такой вот. Вот спальня раз, спальня два, спальня три, трое детей. Лестница по центру, всем вдалбливаю, лестница по центру. Вот лестница по центру здесь. Вот так. Здесь санузел. Вот в одну спальню входим, во вторую и в третью. Это детские. И санузел для детей. Вот это вот спальня родителей. Она вот такая может быть. Это вот их спальня. Вот так. Мы второй этаж здесь, черт. Да, да. Ну, второй этаж проекции первого. Да, да. Так, это вот у нас спальня. Господи, кровать. И сзади санузел. То есть это мастер спальня. Здесь гардеробная комната. Вот так. И может быть лоджия покрытая. Вот простой симметричный дом. Схема простая, как две копейки. Берите, срисовывайте ее. У меня эти все дома сделаны. Ну, схема вторая, где он 9 метров. Не 10, а 9. Вот. И такая же схема. Или вот опять же, вот так мы делаем. Входим в гардеробную комнату. Через гардеробную комнату вот спальня. Муж встал. В санузел, оделся и свинтил на работу. Все. Вот мне такая больше нравится. Жена... Ну, опять же. Как это можно ходить через гардеробную комнату? Почему? Ну, это же так. Это же некрасиво. Ну, вот столько вот этих самых... Извините. Войдите. Столько этих самых казусных мнений. Зачем окно в санузле? За мной будут подглядывать. Да кому ты нахрен нужна, понимаешь? Главное то, что... Объяснить, объясняй, вдалбивай всем. Не должно быть темных помещений в новом доме. Не должно быть. Но ведь лампочка дешевле, чем окно. Ну, живи тогда в панельке. Ты выезжаешь за город. Окно в санузле – это очень круто. Ну, то есть, пространство, свет, да. Особенно в загородном доме. Ну, вот понятно. Вот это вот у нас второй этаж. Первый этаж – вот он. Вот сразу же у нас вот это вот так. Здесь раз, два, три. Вошли в дом. Лестница наверх. Здесь у нас кухня. Вот так. С окном. Свет слева падает. Все шикарно. Вот. Обединый стол. Вот такая вот схема. Простая, как две копейки. Две несущие... Вот раз, два. Раз, два. Две несущие стены центральные. И наружные стены. А это гостиная. Все. Можете сделать ее открытой, можно закрытой. Можно кухню сделать изолированной. Можно сделать, опять же, порталом, раскрывается в дом. Но вот сама кухня, она в тени. Вот. То есть, есть вот такой вариант. Есть вариант, вот когда кухня здесь. Многие делают так. Когда там ты готовишь, и все это видят. Что ты там готовишь. Я за открытой. Я вот за портал. Чем меньше дверей, мне кажется, тем лучше. Вот, вот, не, ну, просто, опять же, газовая плита. Давно все от них отказались. Ну, ребята, просто все-таки вот эта вот электрическая плита, это гораздо комфортнее, она безопаснее. И вот сама выключается, когда выкипела вода, и это безопаснее. Любое блюдо там можно приготовить. И, опять же, вот у нас здесь это гостевая спальня бабушки, дедушки. Здесь гардеробный санузел топочное. Вот все вмещается. Вот. И тут летняя посадка. Все. Вот схема номер раз двухэтажного дома для тех же этих самых шестисоток. Вот. Опять же. Ну, то есть, где-то 180 метров дом. Правильно я понимаю? Да, 150-180 метров. То есть, опять же, это может быть 10 метров. Это когда трое детей. Я нарисовал, а когда там это можно делать 8 на 10, 9 на 11. Ну, в общем, здесь вот разные эти самые. Главное, чтобы не квадратные. Да квадратные ради бога. Там просто тогда лестница будет поуже. Ну, вот 4, 2, 4. Минимум, да? То есть, есть такая золотая пропорция. Ну, опять же, лестница, чтобы была... Там я беру, опять же, с нулевой привязкой, чтобы лестница была не меньше метра. Вот тогда мы там, может быть, 4, 2, там 2, 1. Ну, опять же, ищем эти модули и пропорции. Говорит, а разберите мне дом. Говорит, ну, пришли участок. А я еще не купил участок. То есть, сначала мы идем от участка. Конечно, конечно. Да, то есть, а потом мы выбираем дом. Участок, участок, состав семьи. Сколько денег у тебя в тумбочке? Хочу дом 300 метров. Говорит, сколько тебе денег? 5 миллионов. Ну, вот 50 метров тебе дом можно поставить. Мне кажется, это, ну, сейчас, наверное, справедливая цена. Мне кажется, наверное, без отделки это до 100 тысяч за метр. И плюс отделка 50, 150 за метр. Это справедливая цена хорошего дома. Да неправда. Нет? Я бы за 5 миллионов поставил дом 300 метров. То есть, мы с тестем и с зятем вместе этот дом поставили. Неправда это все. В каком году? Вы же улики все. Ну, вот мне так пишут, понимаешь? Да, да, я понимаю, да. Я прекрасно понимаю. Я говорю, минимум 50 тысяч рублей метр квадратный эта коробка. Минимум. Ну, это каркасник, наверное, даже 50. Каркасник, что каркасник, что из этого, что кирпич, что газоблока. Это цена одна и та же. Каркасник даже дороже, потому что там должны быть руки золотые. И более... И хорошие материалы. Они сейчас дорогие, кстати, 100 лет. Вот и все. То есть, это 50, 60, 70 до 100. Да, дом и плюс отделка. Просто вот все, что мы сейчас делаем в отделке в нормальном бизнес-классе. Ну, если мы... И вот хоть ты тресни, не такие. Мы же построили там с этим, с отцом дом. А что это за дом? Я тоже дом построил там в 90-м году за 40 тысяч долларов. Ну, я был прорабом, я был архитектором, я был снабженцем. И у меня было 5 классных рабочих. Дом 450 метров я построил. Ну, это 90-й год. Не помню, какой сейчас там курс. Но эту коробку я построил. И к тому же реконструкция. Ну, за счет инженерной мысли. Ну, вы эксперт, потому что... Да, это возможно. Потому что я там... Я профессионал, я это знаю и умею. А когда это вот люди строят, самопалы и самостроят, ну, это... Да, людей жалко. Надо как-то всем помочь. Сейчас мне такое шлют и пишут. Помогите сделать пристройку. Я не знаю, что делать. Как помочь? Ну, не знаю. Я не могу разорваться там, да. Я залил фундамент, что мне делать дальше. Планировка что-то мне не нравится. Я посмотрел в ваших фильмах. Что-то теперь мне все не нравится. Стал понимать, что какая должна быть. Да, мне присылают этот проект. Говорю, а где вы это взяли? Говорю, да вот я нашу. Говорю, ребята, заходите ко мне на YouTube-канал. Там все уже... Все проекты есть. Вот просто вот... А вы покажите мне, какой дом мне выбрать. И ты должен все бросить и ему показать. Даже вот это лень людям сделать. Ну, потому что экспертно нужно подходить. То есть нужно выбрать участок, выбрать дом, выбрать компанию, выбрать архитектор. Это большая комплексная работа. Люди, которые экономят свои деньги, у которых есть мозги, они садятся и методично смотрят. Уже к концу пятой или шестой, десятой серии они на тетради в клеточку рисуют очень грамотные планы. Мне остается только их перевести в автокад или в архикад и сделать фасады. Люди, которые думают и считают свои деньги. Спасибо.